привет дорогие друзья с вами женек обжорчик утро сейчас но вот на данный момент хотя вы это видео если будете смотреть уже далеко будет не утром и на завтрак я себе заводяжил овсянку обычную овсяночку вот с такой коробки правда тут вверх ногами это не я резал блин ну я короче покажу картинку что за пачка я не знаю у вас продается такая в россии это так сейчас скажу откуда она блин свои годности короче это да белорусская с гомеля очень дешевая фигня стоит она ой где-то но округлим 7000 белорусских рублей такая штучка стоит здесь 500 грамм не содержит гаммон это ладно и очень классно так сейчас скажу в 100 граммах белков 13 грамм жиров 6 грамм углеводов 63 грамма энергетическая ценность 360 кал вот такой продуктик очень рекомендую если вы найдете во-первых очень дешево и в принципе нормально я таких вот порций 34 за день могу съесть и фишка овсянки вот этой вот это просто заливается кипятком где-то в первых моих видео как я делаю эту овсянку рассказываю там еще стали мои видео где туплю и жестко и с бананом просто обычный банан туда мы помещаем сейчас пацаны оп просто кидаем и вилкой вот так вот фигачим все и прямо вот так вот втапливаем туда очень огромный плюс вот этой овсянки что можно туда поместить все что угодно я овсянку ел и протеин сыпал и гейнер сыпал и варенье мед эти бананы что там еще мед варенье сказал так можно грудки туда крышить яйца вареные ну просто всякие сухофрукты изюм и так далее очень большой выбор вот как бы ее усилить вот это все дело но сегодня бананчик это мой будет первый завтрак такой чисто выпил я стакан воды уже в прошлом видео я вам рассказывал программы тренировок и папа пожаря себе сделаю завтрак наверное из 3 яйца яичницу сделаю и там какой-то через какое-то время еще поем и пойду на тренировку сегодня как бы уже первый день мой будет посмотрим уже самому интересно сколько чё буду пожрать как меня откатило блин с марта месяца я не занимался мало ел ну она видно понятно я по одежде вижу ты и по внешности вижу что дико сдуло просто ну ты что сдуло сгорели мышца сгорела да и все ну может она и хорошо какой-то такой рестар потому что были у меня ошибки когда я занимался я рассказываю что но через не через силу температурой шел занимался там допустим травма какая все равно там через боль занимался так ребята нельзя так вот дико фанатеть уж и никогда я не делал отдыхи вот никто же делают там но это правильно делают качаются допустим какой-то промежуток времени там неделю отдохнули меня такого не было на протяжении шести лет еще тупо какой-то наш фанатик такой у меня и и давление потом была кровь с носа шла глаза мне до сих пор такие вот красненькие вот эти вот так и называется не жгутики но вы поняли копилек как ну короче венки эти или что они без забыл слово это очень фигово все и блевало меня адски и и бывало спишь плохо вроде уставшим спать хочется не не получается так что все это надо учитывать его ребят тоже так ну не фанатеете если чувствуете что он но реально не придет фиговое здоровье пропустите насрать то есть это вот эта тренировка которую через силу это сделайте через боль она на пользу вам не пойдет тогда я чё-то уверен у меня кокушка сдвинулась нет просто одержим но может оно и правильно с одной стороны но как бы вот это вот как на саду сила воли вот это да не спорю но на здоровье очень урон большой это я помоложе был помладше но может быть как-то меня миновало а есть там у некоторых может ее чуть-чуть и боком это вылезти и хоть осложнение дать допустим как я с температурой качался но увидите пронесло ничего осложнений никаких не было а вот у некоторых может быть и еще жопа каять так что такие дела ну вот а сейчас мы едим овсяночку с мыслями готовимся тренировки думаем они даже ждал с нетерпением будет весело надо бы чайку еще взять что-то забыл сейчас у нас снег дикий валит просто жопа все замело блин машины замело хрен откопаешь а таз полный я кстати овсянку не взвешивал сколько грамм я ем ее так на глаз потому что пока у меня будет вот но стадию как-то адаптация организму тренировку то есть еду по чуть-чуть я буду порции повышать повышать по мере вот как я занимаюсь потому что так ну просто физически не запихнуть еду потому что потребности нету в такой в такой вот энергии но я планирую четыре недели но нормально недели то есть это джиджей даст 8 но короче месяц до месяц адаптироваться уже в нормальный ритм все войти в тренировочный посмотрим как она не отчел как она нормально все будет нормально но уже это получается сегодня что январь февраль март апрель январь февраль март апрель май пять месяцев на былую форму я конечно но хрена за можете вернуть за пять месяцев и сижать питаться нормально все будет посмотрим посмотрим чуваки как она чем выйдет надо будет на видюха будет как я буду еду заказывать там такой бюджетный набор еды ну как бы хороший просто есть всякие недорогие жрачка и хорошие калорийные это буду заказывать у нас есть в минске на магазине магазинов евроопт и они делают бесплатную доставку ой ну не бесплатно как у них получается если через них заказывать жрачку дешевле и качество очень хороших продуктов потому что они вот на доставку отбирают еще топовые продукты потому что там но если там допустим тебе не понравится как-то геморрой с бумагами что-то с документами вот этот переоформлять чтобы возвращались товары потому что и поэтому стараются еще топовые мясо топовую курицу в эту доставку откладывать я вот хочу заказать там ну не запачки здесь макаронов и риса там грудок я изда хренища целую гору ну посмотрим как я еще посмотрю там подумаю насчет дед где-то еще и так еще не не обмозговал посмотрим как она пойдет носим целью первый день только пойду на тренировку еще сегодня так и дела ребята ладно буду доедать потихонечку уже почти доел но вы ребята не унывайте берегите себя будьте будете честными всегда подписывайтесь на канал хотите больше обжоров обжоров вот вам ссылочка на плейлист ну а с вами был женек и до новых встреч друзья